Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как отсылать на почту значения чекбоксов. Мы будем отправлять значения вот этих двух чекбоксов на вашу почту. Как вы видели, пока что нам на почту приходит всего лишь текст, причем всегда. И непонятно, что выбрал ваш пользователь, пользователь вашего калькулятора. Нажмем редактировать и сейчас расскажу, как исправить эту проблему. Для этого нужно будет воспользоваться небольшой хитростью. Мы сделаем так называемую прослойку. Добавим две надписи и добавим скрипт. Скрипт у нас будет вызываться по нажатию на чекбоксы. Думаю, из предыдущих уроков это вам ясно, как работает скрипт. И в сам скрипт мы пропишем следующие хитрые штуки. Первая надпись это label1, вторая это label2. Мы будем записывать в них либо да, либо нет и скрывать из калькулятора. А потом уже значение этих лейблов отправлять на почту, а не значение чекбокса. Итак, я уже заготовил код. То есть нам нужно что сделать? Сначала нам нужно скрыть лейбл первый и лейбл второй, а затем проверить, если у нас выбран чек 1, соответственно, чекнут первый флажок, то мы говорим, что лейблу нужно приравнять да. Если нет, то лейбл у нас, соответственно, нет. То есть первый чекбокс флаг не выбран. Аналогично со вторым поступаем. Скрипт у нас будет запускаться сразу, чтобы пропадали вот эти вот лейблы. И нам остается изменить вот здесь вот. Нажимаем конвертик и идем в содержимое письма. Вот здесь вот пишем. То есть чек 1 будет выводить текст. Например, хочу больше уроков. И дальше мы можем вывести через двоеточие. Первый лейбл. И для второго. Чек 2, двоеточие. Так. Смотрим, что у нас получается. Так. У нас получилась формочка. Первый у нас параметр не выбран. Второй у нас выбран по умолчанию. И отправляем его, например, на свою почту. Нажимаем отправить. Ожидаем. Получаем ответ, что нас благодарят. И вот видим почту. На почту пришло значение. Первое. Хочу больше уроков. Нет. Хочу убрать музыку в фоне. Да. Таким образом можно получать значение чекбоксов на почту. Согласен. Предугадываю ваш вопрос. Это, конечно, не хорошо. Но пока это работает так. На этом этот маленький урок подошел к концу. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы по поводу флажков либо других элементов ниже. Буду рад ответить на них. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok